Очень рада всех видеть на канале Да для всей семьи. Всех приветствую, с вами Елена. Продолжается череда новогодних праздников, скоро Рождество, это время чудеса гаданий. Поэтому сегодняшний рецепт посвящен интересной идее приготовления сдобных булочек с секретом. Тесто на такие булочки можно приготовить такое, как в видео, либо выбрать какой-то другой вариант, который вам приемлем. Внизу под видео разместила несколько рецептов. Для приготовления этой сдоба я буду использовать свежие прессованные дрожжи, которым добавляю немного сахара и теплого молока. Оставляя их в теплом месте, нам нужно, чтобы дрожжи поднялись с такой шапочкой. Тесто буду делать на йогурте и молоке. Все должно быть комнатной температуры. Добавляю яйца, сахар, ванильный сахар, немного соли, сами дрожжи и растопленное сливочное масло. Точное количество всех ингредиентов для теста можно найти внизу под видео. Еще нам потребуется цедра одного апельсина. Ну и теперь, естественно, мука, замешиваю тесто. Все это делаю аккуратно и постепенно. Не забиваем тесто мукой. Периодически смачиваю в подсолнечном масле руки. Тесто вымешиваю прямо в тарелке, на стол не выкладываю. Чашу с тестом накрываю тарелкой, оставляю в теплом месте на 2-2,5 часа. Так как это новогодние булочки с секретом, пока тесто растаялась, я написала пожелание. Каждое пожелание я разрезаю и перекладываю в небольшой кусочек фольги. Пожелание буду класть вовнутрь булочки. Еще можно сделать не только пожелание, но и гадание. То есть, так как скоро Рождество и Крещение, можно сделать крещенское гадание. Если у вас есть друзья, либо с коллегами погадать, я думаю, такая идея новогодних предсказаний, гаданий или просто пожеланий будет интересна не только вашим гостям, но и вашим близким домочадцам, а также коллегам. Кстати, не обязательно делать сдобу, а можно сделать хлебную десертную булочку, то есть, которую мы используем как хлеб. И попробовать погадать вот на таких хлебных порционных булочках. Рецепт луковых булочек я тоже разместила внизу под видео. Таким образом, я сворачиваю вовнутрь пожелания. Если у вас иссякли идеи, которые можно, кстати, найти в интернете, то можно вместо пожеланий положить еще сладкую какую-то начинку. Тогда объяснить, что жизнь будет у этого человека в течение всего года очень сладкой. А можно сделать вообще пустую булочку, тогда жизнь не изменится, а будет течь в прежнем русле. Из булочек формирую вот такую елочку. И каждую булочку смазываю желтком, смешанным с небольшим количеством молока. Кстати, духовку сразу включаем разогреваться, так как булочки будем отправлять в разогретую духовку. Украшаю булочки с помощью вот таких посыпок, причем разных посыпок. Совмещаю их вместе, то есть соединяю вместе две посыпки и посыпаю сверху все булочки. Как я уже сказала, все вот эти пожелания, гадания можно найти в интернете, распечатать с компьютера. И получается вложить вот в качестве текста, не обязательно писать пожелания от руки. Булочки выпекала в разогретой духовке 25 минут при температуре 180 градусов. Такая красивая елочка у меня получилась. Елочка новогодних пожеланий или новогодних гаданий. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, не забывайте подписаться на канал, так как впереди много интересных видео. Делитесь этим видео со своими друзьями в различных соцсетях. А я вам желаю хорошего настроения, здоровья, говорю огромное спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч, до новых рецептов.